Здравствуйте, друзья! Мы тут со Светланой едем по делам. И вот тема такая, Свет. Одежда в Америке. Не в том смысле, что вообще люди голые не ходят, а в том смысле, что какую роль одеться, приодеться, красиво приодеться, играет в жизни людей, понимая, что разные люди по-разному. Есть такие, которые живут только в брендах, и других слов у них нет. И только о брендах они. Мы знаем таких, они только о брендах разговаривают. Есть люди, которым, ну, то есть, вы на них смотрите, и вы думаете, может, они вообще бездомные какие-то. Они очень даже состоятельные, разные. Ну, вот в целом, давай про одежонку поговорим. Вот мы приехали из СССР, помнишь? Да. Как мы в СССР, к одежонке не было там в то время ничего такого. Я помню, ты вязала на машине, помнишь? В СССР было грустно очень, потому что хотелось что-то... Во-первых, нужно было ходить на работу в какой-то одежде, правильно? А этой одежды не хватало. То есть, получалось, что люди примерно ходят в одном и том же. Ну, вот я, например, помню, что у меня... Я вязала себе такие костюмчики, и у меня была такая вот изменяемость этих костюмчиков. Неделю в одном костюмчике, неделю в другом, неделю в третьем, неделю в четвертом, а потом снова было по новой. То есть, не было разнообразия большого. Я только хочу сказать ребятам, которые помоложе и не понимают. Значит, дело в том, что если машину вязальную еще можно было купить, да, они продавались эти северянки. Да, но это ручные машины. Ручные, надо вручную двигать каретку, да. Но дело в том, что шерсти не было. И это отдельная история. Отдельная история. Нет, а почему я вязала? Потому что купить-то ничего нельзя было. Очень грустно, в особенности, если у тебя не типовой размер. А типовые размеры были, ну, например, там для женщин, тогда не было таких... Ну, были, наверное, сильно худые, но я не знаю, я к ним не относилась никогда. 46-48 это был еще типовой размер. Понимаете? Вот. А что касается вот мужских размеров, то получалось, что на Мишу купить ничего невозможно. То есть у него в плечах, получается, пиджак, там, 54-й размер, а в талии получился, там, 42-й, ну, 52-й. Не надо, не надо. Вот. Ну и невозможно было купить ничего. Получилось такое, что, чтобы купить костюм на Мишу, надо было пойти в магазин, найти два костюма, только разных размеров. Они не разрешали менять, там, это здесь можно так все делать. А там висел костюм со своими штанами, там нельзя было. Но получалась такая история, если брюки нормальные, то грудь у тебя сжалась. То есть надо было иметь впалую грудь. А если в груди нормально, да, тогда штаны уже вот такие получались. И, как бы, типаж был с брюшком и с полой и грудью, понимаете? Ну, короче, в общем, была проблема, не говоря уже о том, что если было что-то импортное, так это могла быть очередь, там, вот так вот ходила, там, по магазинам по нескольким этажам. Да. Я помню, что, когда я училась курсом на втором, появились батники, такие-то стало модно. Объяснишь, что такое батник? А я думаю, что они-то знают. Они не знают. А я тебя умоляю. Я не знаю сама, что купить. Батник это была такая женская рубашечка такая с планочкой и с пубовками. И с воротничком острым таким. Ну, воротничок был как по моде, у кого-то острым потом он был. А еще один в паху застёгивался. Да, так вот появилась мода на такие, которые заправлялись брюки, соответственно, чтобы они из этих брюк не вылезали, они были фактически как купальники между ногами на кнопках застёгивались. Вот такие вот эти вот. И это было вообще какой-то пиской. Я помню, что вдруг я зашла в какой-то универмаг, в польские, в польские батники, вдруг они появились, оставила безумная очередь. И я купила, они были красного цвета и синего. Я вообще красный цвет не очень люблю. Но, как будто это самое, по возможности всё, да? Покупаться красное. Хотя бы с этой песня была, друзья, была, если ты мне напомнишь, мои слова. Я клёвая герла, имею воронах лера три польских батника. Как канадскую дублёнку. Канадскую дублёнку. Знаете, три польских батника, это вот, который там застёг. Платформа, сапоги, французские духи. И из мешка пошитую котломку. Вот это был облик, да, такой. Но дело в том, что всё было недоступно. То есть, всё, что не продавалось в магазине, оно либо доставалось какой-то переплатой, либо те, у кого не было переплаты довольствовать тем, что выбрасывается в периодический магазин. Я помню, у нас с тобой один раз ехали, и открылся на Щёлковской магазин какой-то новый. И мы туда зашли, и в первый день там выбросили какие-то финскую область. А финская область считалась хорошая. Мы когда подошли к кассе, мы не знали, что она стоит 50 рублей, потому что за 50 рублей мы бы точно не стали покупать. Но когда мы уже подошли к кассе, и нам говорят 50 рублей, и уже как-то неудобно было отступать. Потому что мы померили, это были классные такие ботинки, хорошие, удобные. Но это выбросили, это вот просто, ты попал в магазин в этот момент, и ухитрился не стоять 3 часа в очереди. А ты помнишь, как это самое, ини-шубы мы покупали, и ты стоял сутками, там стоял в очереди. За гейковую шубку сутки, да. Друзья, тогда продавали, допустим, прощай молодые, знаете, на молнии такие вот. А все остальное выбрасывали. Да, все, что выбрасывали. Давай вернем, значит, мы, друзья, из того места, где все выбрасывали, попадаем в США. Нет, нет, подожди, так вот получалось так, что носить было нечего, так грустно. Смотрят в шкаф и думают, что бы мне одеть, и вот понимаешь, что одеть-то нечего. И это было состояние очень неприятное, потому что действительно, да, в России было принято одеваться в СССР, ну, более-менее как-то вот в каком-то стиле, да. И вот мы приезжаем в Америку, и видим, что никого стиля нету, и это на самом деле как бальзам на душу. Вот, потому что совершенно не нужно об этом думать, что есть, то одел и пошел, и все так ходят. Вот первый раз, друзья, мы там, ну, не первый день в Америке, но уже так вот, мы уже переехали в БР, вот сюда, из Сан-Франциско. И мы на какой-то там плазе машину запарковали, выходим, и от запаркованной машины в сторону магазина движется афроамериканская женщина. Женщина такая, знаете, она рослая, она такая, упитанная, она колышется всегда, и она в лосинах, такие лосины, обтягивающие очень серьезное тело. Значит, и она идет в этих лосинах, причем она не идет, как вот мы ходим, она так, знаете, она так, как корабль пустыни, она так и колышется. Ну так, и вот она все, это все так колышется, и всем пофигу, она совершенно очевидно, что, то, что называется, enjoy it herself. Нет, на самом деле, вот эта принципиальная разница, что здесь, в Америке, никто ни на кого не смотрит. Ты можешь одеться как-то очень убойно, но так, чтобы вот восхищенные взгляды кто-то на тебя призывал, классно одета, никто не будет на тебя смотреть, даже всем пофигу. А можете, например, одеться как бездомный, и какие-то яркие кроссовки на себя нацепить, и все будут вокруг, хотите, ой, какие кроссовочки у тебя симпатичные, и идти дальше. Да, левее встать. В то же время, я помню, что свою быдность еще учаешься в школе, в Киеве, да, а там, знаете, как, брюки, вот когда показывают старые фильмы, там, якобы, показывают 50-е годы, показывают женщины брюки, это не было типично. Брюки вошли в обиход где-то в 70-е годах, в самом начале 70-х. До этого женщины в брюках это было что-то вообще... Пальцем показывали, проститутка пошла. Так вот, а когда появились брюки, да еще клёжи, это уже было позже, это уже было все... Это моральное разложение полное. Вот, так все вот эти бабки у подъезда, они все шушукались о ширине брюк. Я помню, что мне вот Илье мама пошила брюки, ну, на самую максимальную ширину, которой материя позволяла, там, 4 половинки, да, вот, насколько вот хватало. И они были крошат бедра и тролли-вали, вот, я очень гордилась собой и чувствовала себя красавицей. А эти бабки так шушукались, что я все слышала, что вот там вылетелось, понимаете, здесь этого нет в принципе. Кстати, между прочим, вчера в нашей, поскольку так вот, после моего стрима, такая активность наша группа какая-то появилась в Телеграме. И вот вчера кто-то написал, пусть Михаил расскажет, как знакомиться в Америке, потому что такой периодич на улице нет никого. Но на улице, да, не знакомятся, потому что действительно нет никого. Да, в Москве тоже не знакомились на улице. Ну, как же, девушка, ты что, я сама лично, будучи в 10 классе, познакомилась на улице с мальчиком. В Киеве. В Киеве, причем я считала, что это очень предосудительно, знакомиться на улице. Но, тем не менее, мы даже с ним какое-то время встречались. Да, да, девушка, девушка, дайте сливочек. И мальчик хотя бы еврейский? Он был еврейский, но совсем было не то. Да, ну хорошо. Ну хотя бы еврейский мальчик, да. Так что... Вот, так вот, да. И здесь на улице никого нет, и никому нет дела. И вот это, на самом деле, для некогда... То есть люди здесь одеваются, да. Есть люди, которые одеваются, но они одеваются не для кого-то, не для того, чтобы себя показать. А для того, чтобы... Почувствовать себя хорошо. Себе было приятно, да. То есть они не несут себя в массы с тем, чтобы все ахнули. А они просто чувствуют себя хорошо, когда они хорошо одеты, по их понятиям, со вкусом. Если они накрашены, они сами себя хорошо при этом чувствуют. Вот это и есть самое главное отличие. Но, безусловно, если ты работаешь в какой-то среде, бывает такое. Вот ты работаешь в каком-то месте, и они все модные. И вот, допустим, даже как ты, если ты риэлтор, у тебя должен быть Мерседес или там Лексус, да. Чтобы клиентов возить, должна быть определенная уровня машина. То же самое, вот есть такие места, там, где люди занимаются продажами или там каким-то бизнесом или что-то. Они должны быть вырежены. Одни понимаешь, как они вырежены, но это тоже выреженность не та. Это не значит, что они будут все одеты в бренде, да. Это просто означает, что у них есть некоторый дресс-код, да. И они следуют этому дресс-коду. Значит, у них должна быть, скорее всего, если у мужчин-то белая рубашка. Скорее всего, будет какой-то пиджак, потому что здесь в пиджаках никто не ходит. А там, где есть дресс-код, у мужчин ходят в пиджаках. Может быть, даже будет галстук, да. Ну, у женщин-то немножко посвободнее, у них больше возможности варианта. Дело в том, что когда ты идешь в магазин, допустим, подороже магазин, там Мэйсис какой-то, это самый дешевый из дорогих, но не в какой-то магазин. И продавцы, которые там работают, они одеты как бы вот культурно. То есть у них какая-то, ну, костюм у мужчин с галстуком, там у женщин тоже что-то такого типа, костюм какой-то. Но у них эти костюмы недорогие. Это не то, что он там за три тысячи костюм купил. Да, и ты видишь, что они одеты под разгоду, но они не одеты красиво. И они не одеты дорого. И вот есть люди, которые, вот скажем, наши соотечественники приезжают, и ему говорят, надо костюм, чтобы ходить на интервью. Кто-то ему сказал. Ну, может быть, где-то надо. Мы сами через это проходили. Мы тоже. Когда тебе говорили, в костюмах не приходить. Это отдельно, да. Мне написали там в костюме не ходить. Но дело не в этом. Есть места, куда ходят в костюме. Но когда ты приходишь в таком вот дешевом костюме, то ты выглядишь не как инженер или как там, допустим, какой-то предприниматель, ну, из бизнеса человека. А ты выглядишь как дешевый, как salesperson такой недорогой, в общем-то. И дело в том, что здесь же полно одежды, и есть одежда, которая совсем уж никак не сидит. Но поскольку у американцев вот это вот ощущение как-то оно не сформировано, да, вот у них есть вот понятие, что типа вот есть дресс-код, да, должен быть костюм. Они не смотрят там в такой костюм. Ну, они выглядят так себе. Ну, вот ты знаешь еще что? Тут есть такое, друзья, есть еще региональные отличия. На право, да? Региональные отличия. Например, Калифорния. Калифорния гораздо более пофигистка в этом смысле. Да, вот тут новое здание компании Амазон, относительно новое, Света хочет вам показать. Тут какой-то у них ресерч-сентр, да? Да. Мы с вами в из Палалто. Но тут мы в магазин. Так вот, географические различия. Калифорния гораздо более пофигистка. Потому что тепло, там где тепло, там многое. Ну, вообще пофигистка. Когда жарко, так ты будешь ходить в сандалиях и в шортах сюда. Вот, а допустим, вот восточное побережье, да, там народ более восприимчив к этому, ко всему. И я помню, мы когда только приехали, и у нас там друзья, вот, и мы беседовали с их друзьями. Они там все инженеры, они не предприниматели, они инженеры. И когда речь шла там о том, как они вот там на работу нанимают, они смотрели не только в каком-то костюме там или что-то. Они смотрели, что, допустим, вот у него там ботинки, ну, туфли, носки и костюм. И все это должно быть в какой-то там гармонии, какой-то матч должен быть. То есть они даже на это смотрели, понимаешь? Ну, я думаю, что за эти 30 лет произошли изменения. Наверное, когда они мне это рассказывали, а я им и говорю, понимаешь, какая история, если бы я работал с 8 до 5, да, и ты бы мне вот это вот, ну, пожалуйста, но если ты мне говоришь, Миша, у нас неограниченный рабочий день, да, мы там айтишная контора, я бываю и по 10, и по 12 часов на работе и так далее, и ты еще к этому хочешь, чтобы я ходил в этом костюме с этим галстуком и сидел у компьютера, я говорю, сори, у нас таких нету. Да, ходят шорты всех так, чтобы было удобно. Я помню, как Сережа Каменцева, у него было два оффера, это много-много лет назад было, значит, два оффера, и оба по 50 долларов в час. Это были тогда большие деньги. И один из них был в компании Visa International, а другой где-то там, в Informix. И вот, и он этим, который из Visa, да, а Visa дресс-код, и он им говорит, ребята, надо бы накинуть, они говорят, а чего, да, сюда, сюда, а чего накинуть? Он говорит, ну как чего, у вас дресс-код, значит, мне нужно, да, значит, мне нужно купить, ну, минимум два костюма, не в одном же мне ходить. Так, два костюма, контракт на 6 месяцев. Значит, после вас мне все эти костюмы надеть будет вообще некуда, поэтому надо бы накинуть. И они возмутились и не накинули, но через где-то год отменили дресс-код, понимаешь, потому что невозможно стало нанять людей. Я тебе скажу другую историю, я работала в Стэнфорде, да, и там у нас, в нашем департменте, поскольку там мы работаем с клиентами, Мы подорвемся, там уже ближе к лифту, вот там вот уже, где машины торчат, там уже, там уже, в Стэнфорде. Вот, у нас был дресс-код, и все мужчины ходили, они были, по-моему, без пиджаков, но они были все в белых рубашках, в каких-то брюках. Галстуки. И, наверное, в галстуке, да. Не-не-не, здесь это далеко, еще дальше. Вот, мы сейчас вот здесь, вот, напротив листов, свернем на лево, вот уже, вот уже лифты, да, вот на лево, и три дня встать. Вот, и, конечно, это выглядит приятно, да, когда люди хорошо одеты. Красиво, красиво, да. Вообще, любая униформа, почему вот в России столько лет в школе держали униформу, потому что, в целом, когда весь класс детей сидит в одинаковой школьной форме, конечно, самим школьникам сама я терпеть не могла, мне было очень это неприятно. Все, но когда все детки одинаковые, да, в этом что-то есть, ты заходишь в класс, и все-таки... Конечно, как солдаты в армии. Как солдаты, красиво, да. Да, в этом что-то есть в строю. Да, и здесь, кстати, между прочим, вот, Саша только в этом году, вот она в седьмой класс пошла, значит, начиная с седьмого класса в частных школах нету формы. А до седьмого класса, именно для того, чтобы дети сильно не бодались по поводу того, что они сегодня одеваются. Не отвлекались. Да, они ходят в школьной форме, и вон есть место. Вот есть место. Вот есть место. Да, когда мужчины такие... А проблемы были какие-то связанные с этим? Нет, абсолютно не было никаких проблем. У женщины более такой больно стильно. Женщины никогда не ходят там в тапочках и в шортах. Да. И женщины так были одеты. Ну, нормально одевались. Я покупала тоже в Нессисе какую-то одежку такую, чтобы быть не хуже других. Но дело в том, что в Америке вот снимается вот этот вот давление того, что ты... Социальное. Да, должен чему-то соответствовать. Ты одеваешься, в первую очередь, для себя, чтобы чувствовать себя комфортно и так же не хуже, чем другие люди, да? Но на тебя никто при этом внимания не обращает. Ну, одет и одет. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok